Фраза женщины какого года? 14-го? 14-го. А что это? Примерно 4-х годов назад. 3-х годов назад. То есть это уже много времени прошло. Бог все сделает новое. Но я считаю, что самое главное, что у вас церковь все равно растет. Вот, в домашней группе, и Бог сделает очень много вещей. Это очень, это большое благословение. Халлелуя. Большое благословение. Халлелуя. И что пробуждение продолжается в вашем городе. Потому что население города растет. Все таки, если люди переселяются сюда из других городов России, значит, что у нас труп большой. Нужно с ними работать еще. Тумска, это значит, что у нас есть возможность работать с этими людьми. И как большинство из них дальше, может быть, не знают Иисуса. Им нужно проповедовать Ивану. И мы должны поговорить о том, что мы будем говорить о Иисусе. Это времена, где она должна собирать души, преобвести души для Иисуса. Халлелуя. Халлелуя. Из-за этого мы здесь, на этом месте. Мы не приходим в церковь, просто чтобы... Из-за себя. Из-за нужды, которые у них есть, они приходят в церковь. Это неправильно. Мы приходим в церковь именно чтобы служить Богу и чтобы служить людям. Чтобы мы ходим сюда, чтобы служить людям в мире. Халлелуя. Мы не приходим сюда, чтобы принимать что-либо всегда. А мы не отдаем людям, которые живут вокруг нас, ничего. Это не хорошо. Халлелуя. Бог благословяет нас именно потому, что Он хочет использовать нас, чтобы благословить других. Аминь. Мы сасуд Господи. Халлелуя. Сасуд благословления. Аминь. Мы благословляем людям. Мы приходим сюда, чтобы получить благословление. И для того, чтобы благословить других. Халлелуя. Мы приходим сюда, чтобы получить исцеление. И когда только мы получаем исцеление, Бог начинает использовать нас, чтобы исцелить других. Когда мы получаем, когда мы получаем исцеление, Бог использует нас, чтобы начать молиться за другим. Потому что мы знаем, мы уже переживали это, что Бог исцелил нас. Он исцелил нас. Поэтому мы сможем в осложнение. Мы можем использовать другие, которые мы можем служить в госпитале. Мы можем служить в госпитале. Я думаю, что Бог может учиться. Я верю, что Он может тебе это же исцелить. Помутируюсь. Помолитесь. Господь стерляет, да, они уверуют в Господь, hallelujah, hallelujah, таким же вопросом, церковь растет, hallelujah, потому что люди в городе, они уже слышали про Иисуса, они знали, им рассказали об Иисусе, и это значит, что большинство их сны ищут, это чтобы видеть знания, они пытались увидеть, что Бог исследовал, аллюлуйя, что Он освободит, аллюлуйя, что Он освободит, аллюлуйя, что Он освободит у нас, а он делает наше мироте, что Он освободит, и Бог благословит нас. Это очень важно для нас. А благословение, большинство людей думают, когда мы говорим о благословении, люди думают о Денгах. Многие люди думают о Денгах. Нет, это... Благословение Господне, конечно, Библия написана, что обогащается. Но богаство, сасы Господне, не сопрошается только в Денгах. Чтобы быть здоровым, это благословение. Халлелуя, потому что ты не платишь деньги на их ансфа. Ты не платишь и тратишь деньги в Бонеса. Бог тебе отдаст здоровье, хорошее здоровье. Халлелуя, это благословение Господне. Халлелуя, чтобы иметь пищу дома, все время, когда соседы, которые живут вокруг, тебе не имеют ничего. Это благословение Господне. У тебя есть одежда. Ты занимаешь себя, себя, все время модно. Люди смотрят на тебя, что вот такая красота, красави. Она всегда носит, видишь себя, у тебя хорошая машина. Это все это вещи. Благословение Господне. Брату, ты говоришь, что у тебя есть два дома. Это благословение Господне. Абрауза, это благословение Господне. Абрауза, это благословение Господне. Что он хочет использовать нас. Он прескабляет нас перед нолем. Не верю, просто будет видеть. Чтобы он может делать то, что он может делать то, что он не верит. То, что unbelievers могут видеть, что Бог может сделать для нас, что Он может сделать для них. Это очень важно для нас. Аллилуйя. И я очень рад Господне, что Он мне дает такую прекрасную женщину. Я очень рада, что Бог благословение для меня. Потому что она всегда поддерживает меня. Потому что она поддерживает меня. Что Господне говорит мне, что делать. Если Бог сказал, что делать то, что он всегда говорит. То есть, она всегда рядом со мной. Она всегда близко к мне. Это очень важно для меня. Аллилуйя. Это не просто так, чтобы быть женой служителем Господне. Я не говорю, что она не бывает improves. У нас дома полно благословение Господь. Я хотел бы Сувонья читать Библию. Я хотел бы читать из Библии. Евангелие Марка. Пятая глава. Чептор 5. Я начинаю прочитать 22 стих и дальше. Здесь написано такое слово. Его приходит один из начальников синагоги по имени Я. И увидит его. Подает ногам его. И у сына просит его, говоря дошмая. При смерти. Прийти и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела. И осталась жива. И супа шоу снег. За ним следовало множество народа. И те смели его. Одна женщина, которая страдала кровотечение. В 20-ти лет. В 20-ти лет. В 20-ти лет. В 20-ти лет. Много паттапера. Об много врачей. И стошила все что было у меня. И не получила никакой позе. Но пришла еще в уже состояние. Услышавший об Иисусе. Подошла сзади к народу. Прикоснулась к одежде его. И говорила, если отея к одежде его Прикоснул, то выздоровелось. И в тот час Иисус у нее источник крови. И она осуществила теле, что исцелена от болезни. И в то же время Иисус почувствовала сам себе, что Вышла из него. Сила обратилась к народу. И сказала, кто прикоснулся к одежде Майи. Ушеники сказали вам. Ты видишь, что народ тесни тебя. И говорили, кто прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг. Что бы видишь? Кто, которая сделала это? Женщина, в шваке, в тюрьме, в тюрьме, Зная, что с ней произошло. Подошла, пада пред ним. И сказала ему все истину. Он же сказал ему. Чёрн, вера твоя спаса тебя. Иди в мире и пусть здоровья. Иди в поиски, в тюрьме, в тюрьме. Чёрн, вера твоя спаса тебя. Слаха твоя. Слаха твоя неизвестна и сотни. Мы благодарим тебя за откровение слова твоего сегодня на этом месте сегодня. Мы благодарим тебя за то, что твоё слово идет шотно сегодня. Он сделает именно то, что ты намерен сделать на этом месте сегодня. Мы благодарим тебя за это. Мы принимаем это слово сегодня. В имени Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Аминь. Вы знаете что? Мы все знаем, что Иисус исцеляет нас. Аминь? И Библия, как мы уже после этого просчитали историю. И в Библии, где есть историю про эту женщину. Она веровала Иисус Христе. Она веровала Иисус Христе. Но вы знаете, что еще бывает, что мы верующие. Но мы просто знаете, что мы верtern. Мы веру что-либо иogie. Мы вероятся, что мы вернут. В Legendらい еще, в Гристе. Но мы вернём, что мы верны. И мы иногда исповедуем все эти слова, если мы будем осторожны, эти слова или обитованные Господни об исцелении смогут быть как религия для нас, если мы будем осторожны. Мы сможем начать говорить это и повторить это все время, как другие люди на улице, которые говорят, а, да, я тоже верующий, Ису воскрес, ва истинников воскрес, наши грешники так говорят. Да, рано мне Иисуса Христа, мы исцелились. Да, вы знаете, что? Даже неопропровенный человек, который даже не знает Иисуса, он сможет приходить в церковь и говорить то же самое. Но мы верим в это. Они сами тоже говорили, что они веруют в это. Если мы не будем осторожны, то из-за этого иногда получается, что верующий тоже сам заболеет. Но вы знаете, что во время таких ситуаций Бог ожидает что-нибудь больше, чем слово об исцелении от нас. То есть человек, который уже уверен в Иисусе Христе, он растет в духовное. Иисусе Христе, он растет в духовное. Иисусе Христе, он растет в духовное. А я не знаю, когда вы говорите, что мы здесь будем идти в духовное. Мы верим, что Бог с дэльой для нас, что мы получили исцеление. Исцеление есть в духовное. Но чтобы быть здоровым постоянно, нам нужно, чтобы постоянно растить, духовно, чтобы быть постоянно здоровым. Продолжение следует... на себе все наши грехи все наши заболевания мы верим в это но есть времени заболевания когда бог ожидает о нас чтобы не торопиться чтобы начинать размышлять об этих словах обесцелили потому что он хочет нам дать больше понимания чем уровне и знания которые мы имеем сейчас обесцелили да мы знаем что он исцелит но он хочет нам показать другой взгляд исцеление что нам нужно делать такие ситуации когда вы верующие балет у этого женщины она уже двенадцать лет уже ожидала долго ожидала исцеление не получила бог ожидает от нас чтобы отделить времени чтобы начинать размышлять о все что иисус делал я нас на этом кресте библия написана что все совершилось библия написана что все совершилось его распяли на этом кресте для того чтобы мы сможем быть исцелены значит что если мы не будем постепенно начать размышлять об этом что это значит чтобы получить исцеление мы берем слово обетование Господне обесцеление мы берем слово обетование Господне обесцеление бог ожидает от нас как верующие время чтобы начинать изучать эти слова внимательно чтобы изучать эти слова чтобы изучить эти слова размышлять о них почему потому что Бог хочет открывать наши духовные глаза чтобы начать видеть больше чем мы знаем он хочет начать расширять твою духовное сердце чтобы ты можешь начать чтобы ты можешь начать вот он хочет тебе дать больше силу тебе духовную силу и через понимание изцеление прочесть что он сделал на этом кресте харлелуя халелуя то есть айя би ти що спою в твоем физическом террре что у ти болна сейчас концерт Бог не ожидает у тебя что-то начинать говорить о бетонах. Ты растешь. Духовный, ты растешь. Аминь? Маленькие дети всегда будут плакать. Мама, у меня болит голова. Мама, у меня болит голова. Мама, у меня болит голова. Они всегда так будут говорить. Мамы, у нее болит голова. Мама, у меня болит голова. Наши кушат духовный, и у меня болит. Мамы, горят голова. Мамы, в ближайку. Аллелуя. Ах-хах-ха! А тебе удалось чувствовать, что это больно, а он был осторожным, с языком. Халлелуя. А тебе он устал. Рано утром разбудок, уже время чтобы ставить кровати и идти на уроки в школе. Я не хочу. Духовный человек, который уже кушает духовно, он в росте уже, он понимает, что да. Я обязан, чтобы ставить кровати и начинать действовать. Начинать что-то делать другое. Это новый день. Это день сотворяя Господь. Бог моя сына ищет. Халлелуя. А теперь он чувствует, что он слабый. Он говорит, бомб, майя, сила, ищет. Он говорит, что он говорит, что он капитал, я устал. Младенцы. Такие слова будут говорить. Что да. Потому что он действует. Пашуствует. Аминь. 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 Отслышаны. Аллилуйя. Отслышаны от слова Божьего. Она слышала об Иисусе. Не один раз. Не два раза. Не три раза. Много раз она слышала об Иисусе. Что она слышала об Иисусе. Что Иисус исцелеба них. Она много времени размышляла об этом. Она получила откровение об этом. Аллилуйя. Почему? Потому что она много раз слышала об Иисусе. Аминь. Аттим. Аминь. Она сама была. Бооннаев. Тоже самое время. Увиду. Тоже самое время. Она ходила вращаться. Виблия написана, что она патриарна. Патриарна сьошь. Униорпила. Много дня. Врачи брали от нее все деньги, которые у нее были, но все равно она продолжала слышать. Вы приходите в церковь, чтобы слышать проповедь об исцелении. Вы слышите это слово все время. Значится, что однажды нужно начинать действовать над этим словом. Человек, который... Как мы будем действовать над словами? То есть, как пастор, Илья уже здесь говорит сегодня, нужно уже начинать делать именно все, что Иисус говорит, что нам не обходим делать. Халилуя. А что Иисус говорит? Что Иисус сказал эту женщину? Иди, будь здоровой. Будь здоровой. То есть, чтобы без здоровья, это зависит от нее. Не обходить демон тогда, чтобы принимать эти слова от Иисуса. Представьте, она уже услышала много раз об исцелении. Как Иисус исцелит других. Но наступила время для нее, чтобы принимать свою собственную исцеление. У нее уже что-то, что уже было в сердце? О словах исцеления. А теперь Иисус ей говорили слова. Ты сама будь здоровой. И тогда Иисус сказал, что будь здоровой. Что есть, Иисус добавляет что-нибудь на эти слова обитования, которые у нее было раньше. Она получила в эту часть больше окравление, об исцеление, чем у нее было раньше. То есть, это же важно для нас, когда мы приходим в церковь, чтобы слышать проповедь, чтобы слышать Слово от Бога, чтобы иметь открытое сердце. Принимать Слово. Если ты приходишь, чтобы просто слышать, и начинаешь рассуждать пастора или проповедника. Или осуждать Слово, которое ты слышишь. Это тебе не помогает никогда. Халлелуя. Единственное, что тебе нужно делать, чтобы верить. Ты не сможешь понимать Бога, если ты будешь осуждать Его, или постараться, чтобы понимать Его. Нет, это тебе не помогает. Нужно просто, Бога нужно просто верить. И все. Верить в Него. Халлелуя. Из-за этого Иисус сказал, что имейте веру в Бога. Он не говорит, что постарайтесь, чтобы понимать Бога. Он не говорил, что имейте веру в Бога. Просто поверите Его, и все. Доберите Его, и все. Я не вижу Его, я не знаю Его. Вот у меня болезнь еще все равно. Ты врешь. А куда я знаю, что ты врешь? Потому что Бог уже говорит, что вот, какие слова Он тебе отдал. Ранами Его вы исцелились. Это сумасширность уже, духовный мир. Если ты поверишь Его. Халлелуя. Значит, что ты действительно здоровы. Духовный мир. Ты уже был. Когда Бог смотрит на тебя, он видит, что он заболевает. Когда он смотрит на тебя, он видит. Когда Бог слабо. Когда он видит тебя, он видит тебя силой. Халлелуя. Он сидит на границе, может быть, что ты сделаешь. Халлелуя. Когда ангел не деснет, появился Гидеон. Гидеон сказал, что я такой маленький. Гидеон сказал, что я такой маленький в моей семье. Он смотрит на него, говорит, что ты муж, Боже. Ты великый человек. Халлелуя. Ты крепкий. Ты сильен. И Гидеон сказал, что как это же может быть. Моя семья самая маленькая. Где все эти знамения, о которых мы уже слышали раньше, что Бог исцеляет, что Бог освобождает, что Бог сможет все сделать для нас. Гидеон тогда увидел себя как маленький, Бог говорит, что нет. Я не смотрю на слабость, которая у тебя есть. Бог говорит тебе сегодня. Я смотрю на слабость, что я могу сделать для тебя. Я смотрю на слабость. Все, что у тебя не достаточно. Бог смотрит на это и говорит, что да, это для меня достаточно. У тебя нет денег, не хватает. Бог говорит, что да, ты миллионер. Если ты не имеешь денег, Бог смотрит на тебя, как ты был миллионер. А что тебе нужно делать? По вере тебе. Тебе не нужно постараться полимать, что ты как это сможешь говорить. Не нужно постараться полимать, что ты не сможешь говорить. Аллилуйя. Если мы будем постараться, я все равно вернусь, чтобы полимать Бога. Мы не сможем тогда принимать Его благословение. Потому что все время, когда Бог всегда говорит, для нас это не будет никакой раз. Мы не понимаем это. Мы не сможем понимать это. Мы не сможем даже разуметь, как украинские говорят. Разумеете. Разумеете. Вы понимаете меня? То есть, Бога нужно поверить. И все. Дальше, когда ты не видишь Его, когда Он говорит, что ты здоровая, значит, что Библия так написана, что да. Слава тебе, я здоровая. Слава тебе, я консерова. Эта женщина услышала об Иисусе. Что она услышала об Иисусе? Как Иисус ходил везде. Деяния апостола. Десятая глава. Трисет. Восмой стих. Там написано такие слова. Как Бог помазал Иисуса из Назарета. И Он ходит благотворяя и исцеляя всех. Он всех исцелил. И аплодает мы дьяволом, потому что Бог был с ним. Это все, что эта женщина услышала об Иисусе. Как Иисус исцелился. Да, она действительно начинала думать. Если он не селесирен, значит, что действительно, он сможет что-то делать для меня. Она поверила в это. Получила новое откровение. Если Бог обогатает других, значит, что он сможет тоже обогатать меня. Правильно. Нужно просто поверить. Нужно просто поверить. И Бог может помочь мне тоже. Халлелуйя. 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 Слава Богу, моя прекрасная жена. Я не могу просто помочь мне. Я просто вера. Женщик. Я не могу. Я не могу. Нужно просто поверить. Слава Богу, моя принцесса. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Он хочет благословить тебя, он тебе дает больше чем это. Что ты веришь? Кому не нужно такой женщины? Не нужно. Женщина, которая сможет тебе помогать, чтобы больше думать о Боге. Халлуйя! Для того, чтобы ты сможешь больше верить Бога, то да, 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 он сможет это сделать, он сильен. Халлуйя! Когда ты смотришь на некоторые вещи, то да, это маленькие, но это нам достаточно. Женам не... Нет, мы берем больше чем это. Давай мы будем расширять это. Мы не сможем ограничивать Бога. Мы сами ограничиваем Бога. Как? Вера. По мере веры, которую мы имеем перед Богом, Он нам дает все, что мы ожидаем от Него. Вы понимаете меня? По мере веры, которую мы имеем перед Него. Бог не ограничивает никого. Халлуйя! Перед Богом нет лимита. Он уже снял все это, когда Иисус был распятен на этом кресте. Мы можем ограничиваем Бога. Мы можем ограничиваем Бога. И Бог дает нам меньше блески. Потому что мы можем ограничиваем Бога. Бог не имеет лимит. Аминь? Аминь? Аминь! Он сможет тебе дать больше чем это. Бог может сделать для тебя больше чем это. Потому что Он сильен. Потому что Он сильен. Он сможет дать каждому из нас здесь. Сколько денег? Мы хотим на эту землю. Он сможет дать каждого из нас здесь. Который находится здесь. В этом зале. Миллионер. Он может сделать миллионер. По мере веры ваши. Вы получите от него. Да. Аминь! Вы получите прдащи от Бога. Аллу-��! Пожлюните. Как это Evet. Как это Бог! Как оно может быть? Нет. В чем это нужно? Как это может быть? Почему этого нет? Как это может быть? الإUnтрость. Вам нужно представить как Бог ini. Как Бог его делать? Ты разруждаешь Бога, когда ты говоришь, как это сможет быть. Нужно просто поверить. Ты лишь веришь, просто веришь. Зачем нужно задавать Богу такой вопрос, как это сможет быть? Почему ты слушаешь Бога, как это сможет быть? Он не говорит, как это сможет быть. Он верит тебя. Его понимает тебя. Он говорит Бог, как ты сможет быть. Он знает тебя, и он сказал, что ты можешь сделать это. Аминь. То есть, исцеление, благословение. Хилы, благословение. Чтобы иметь хорошую машину, хороший дом, хорошую работу. Халилуя. Это большое благословение от Бога. Бог хочет тебе отдать все по мере веры, которой ты открываешь твое сердце. Межуру твоей веры. Что у тебя есть сердце, чтобы принимать меры этой веры. Он тебе отдал. Да, я могу работать с ним. Это все, что тебе достаточно? Если ты говоришь, что да, Бог говорит. Хорошо, это все, что ты получаешь. А если ты говоришь Богу, что да, Бог же мой, я открываю все. Дай мне. Господь благословение от Бога. Да. Я могу сделать великие вещи. И Господь благословение от Бога. И Бог благословение от Бога. Я могу через тебя из целебанных. Я могу через тебя творить чудеса. В этом городе. Халлелуя. Почему? Потому что ты расширяет твое свое сердце ему. Чтобы принимать от него. Халлелуя. Ты не ограничиваешь его. Ты кредит для Иисуса. Это хорошо, чтобы себя быть кредит для Иисуса. Знаете, что некоторые люди выходят на магазины когда они поставили знак на двери закрета. Есть магазины и есть знак. Некоторые люди у них так написано что закрета Бога. Диабога. Мы должны открываться и написать с нашим сестру что всегда открыто. Диабога. Диабога. Она слышала о Иисусе. Она поверила в Иисусе. Она поверила в Иисусе. И не имеет только Иисусу нужно идти сейчас. Если он сделал это для всех. Он смогу исцелить меня. И в Библии написано что она подошла она подошла кзади к народу и прекрасно каде стейву и говорила если отья каде прекрасно то выздоровею. то есть она начинала действовать по мере веры которая у нее была. Тебе не нужно чтобы иметь большая вера. Тебе просто нужно быть верить. Тебе просто нужно верить в Бога. Берить в Бога. Простая вера. Аллилуйя. Простая но упрямая вера. Симпл но стаборная вера. Вера которая никогда не отдается и не говорит что я уже не отдам я больше не буду верить. вера которая постоянно говорит одно и то же. Не смотря на обстоятельства. Не смотря на все что врачи говорят. Аллилуйя. Все время врачи могут изменить свое мнение и все что они видят. Сегодня видят это а завтра они увидят другое. что не depend от opinion но слава богу Иисус крест он не говорит Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я приму исцеление Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok